Сегодня у нас, что называется, исторический момент. Исполнилось 10 лет выдающемуся проекту современности, проекту под названием «Смехом печень не испортишь». За эти 10 лет было проведено 27 концертов в рамках этого проекта. Наверняка кто-то из вас, а может и все, на них присутствовали. Ну а теперь юбилейный концерт, который мы проводим здесь. К этому концерту, кстати, была выпущена книжка. Вчера она поступила, позавчера из типографии. Ее можно будет купить. А участники могут не суетиться, потому что им полагается и так. То есть покупать им не обязательно, а не их приготовить. Ну а теперь я с большим удовольствием предоставляю слово традиционным ведущим этого проекта, который устраивается, как вы понимаете, при деятельной поддержке клуба «Черктор Южина», некоторых других клубов, «Чегетия», еще там. Ну и плюс, естественно, в данном случае Московского юридического общинного центра. Традиционный ведущая, автор и идея-вдохновитель проекта Владимир Городзейский. И леценатик клуба «Черктор Южина» Татьяна Кормильцева. Попробуем! Добрый вечер, дорогие друзья! Ну мы все участники этого концерта, конечно, ждали этого дня, волновались очень, и готовились к десятилетию нашего проекта. И все же как-то трудно даже себе представить, что прошло уже 10 лет с того самого концерта, который состоялся 6 сентября 2007 года в Зале поэтов Музея Майковского. А это было, между прочим, грандиозное событие. Это был массовый выход сетевой иронической поэзии, а конкретно поэтов в сайтах «Ахмадром» в реаль. Поэты, которые до этого момента знают друг друга почти исключительно по сетевым никам, прикольным аватаркам, впервые вышли на настоящую сцену к живому зрителю. 10 лет назад это состоялось. И состоялся этот выход благодаря гениальному организатору, автору проекта Владимиру Городзейскому. Ну а вообще-то были, конечно, были сомнения, когда вот пришла мысль организовать такой проект. Дело в том, что друзей своих поэтов я знал только лишь по их никам, то есть виртуально мы общались, но я знал их стихи, и, собственно говоря, по этому принципу пригласил поучаствовать в проекте. Но не знал, не ведал, как кто имеет ли сценический опыт, умеет ли читать стихи. Но, тем не менее, за эти 10 лет, сколько Орлов выступал в нашей сцене? Да, действительно, и сколько их было, на самом деле, надо вспомнить. Ну, Орлов вместе с Орлицами было примерно около 100 за эти 26 концертов. Вот это 27-й концерт. Вот, около 100. И, причем, ну, каждый из этих поэтов состоялся в своей профессии самостоятельно. Вот вы только представьте, представьте, академиков, докторов, наук, поэтов у нас целых два, кандидатов наук 5 или 6, может быть, ошибаюсь. А если еще взять наших дорогих зрителей, то получится целый ученый совет, которому позавидует не один университет, я думаю. У нас полковников среди нас три, подполковников тоже три, и даже целый один майор. Летчиков у нас аж три штуки, штурман дальнего плавания один. Есть у нас артисты и продюсеры, профессиональные музыканты со знанием нот, то есть с консерваторским образованием, целых три. Учителя школьные, преподаватели вузовские, финансисты, экономисты, юристы, врачи всякие, инженеры, бизнесмены, физики и химики, продавец автозапчастей, и, внимание, один полицейский и ни одного депутата. А какая впечатляющая география у нашего проекта? Москва и Подмосковье, Новосибирск и Калуга, Санкт-Петербург и Екатеринбург, Нижний Новгород и Нижний Тагил, Выборг, Йорк-Харала и Саров. А кроме России у нас выступали еще поэты из шести стран ближнего, дальнего и очень дальнего зарубежных, Сан-Франциско. По-моему, ты забыл Уфу? Уфу, Уфу забыл, конечно. И представляете, если бы все вот эти участники собрались сегодня здесь, в этом зале? Да, просто для зрителей, для вас места бы не осталось. При том, что вот этот зал, пожалуй, самый большой из всех, где проходили концерты серии «Смехом печени не испортишь». После музея Маяковского, который, к сожалению, закрылся на реконструкцию с 2013 года, не так и не открылся, мы выступали еще в «Гнезде Глухая», всеми любимом, и в бард-клубе «Шале». Сегодня здесь выступает всего лишь пятая, примерно, часть от участвовавших в нашем проекте. Но я думаю, что и по этой части выступающих вы сможете судить о всем нашем проекте. Да, о его масштабах, о высоком уровне самого проекта и о мастерстве, конечно же, наших поэтов и афористов, о талантах наших бардов и о качестве юмора, который является, собственно, основой всего нашего проекта и причиной того самого смеха, которым невозможно испортить печень. Нашу печень. Ну, а пока еще непосредственно мы не начали вас смешить нашими стихами, афоризмами. Мы хотим предложить вам посмотреть слайд-шоу из фотографий за все эти 10 лет. Я думаю, те зрители, которые приходили в наши концерты, а вас тут много таких, увидите себя тоже на этом экране. Будьте добры, включите слайд-шоу. Будьте добры, включите слайд-шоу. Татьяна Вармелецина. Солуборот самого Музея Моевуровского. Долг, еще один парады у нас Владимир Гарриевич, что он знал. Надя, с тяжелым деприна, с тяжелым депричком. Высль, вернулся. Финтерцы, москвичи, джегородцы. Это финал концерта Мирова. Три интересных залов на спектакле «Укова». Это уже афиша концерта номер два, 15 сентября того же года. Книга. Это сын, да. Парезать, да упаду, да истопление. Нужно еще «Укова». Она сейчас живет в Саруле. А когда приезжала из нее в Саралы. Наташа хозяина в Парусе. Это «Укова». Пускай. Это у нас очень приселок поэтов. Ворожай на острове. Все еще «Уфима» и «Укова». Кто в нас все дестиплимный, уютный. Игорь Матросов. Валерий Викликов. Ворожай на острове. Поэтов. Игорь Алексеев, Камилицина, Татьяна и Владимир Гаврика. Это Татьяна Атаманова из «Берзы». Игорь Фил iR да истопления, да истопления, да и подуды. Такое кребр場. Это будетmm». Дорогие electric players. А веленша, шкала. Представляем для нас2019. Оля воростский, юродский, он трудный. Игорь Матросовский, бей és, гам Will consultants. Зрительный зал Музея Бухаренко получается, там другая атмосфера, зритель, 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 за столиками, которые нас слушают за столиками не менее внимательно, чем мы. В зале со сценой, после концерта Андрей Ситнянский, Владимир Викторович, Шербакова, зритель зрителей. Это прощальный концерт в Музее Майковского в сентябре 2013 года, перед его закрытием. И не могу вас обрадовать, он не откроется и в следующем году. На праздник. Деньги ушли на отмостку плитки. Михаил Халинкин. Татьяна. 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 Вот такая у нас компания. Многие из тех, кто приходил сначала в качестве зрителей, потом становились и участниками. Непременно. Это не будет и наша площадь. По старанию. Улыбки, улыбки, нестанчайные улыбки, сперва. 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 Улыбки, улыбки, нестанчайные улыбки. 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 Это крайник наш концерт, но это уже афиша сегодняшнего концерта. И это книжка, которую вы все будете иметь в исполнении Михаила Калинкина. Итак, мы начинаем, собственно, концертную программу. Первым номером в концерте выступать всегда очень тяжело, волнительно, но почетно. И сегодня этой чести открыть наш концерт мы удостоили путешественника, горнолыжника, фотографа, автора лимериков, поэта, пишущего о нашей современности, от лица народного героя Ивана Сусанина. И не только. Неоднократный победитель поэтических баталий в проектах хулиган-шок, критика-мания, поэтарские дуэли, дипломант нескольких поэтических фестивалей от 2016 года, член Союза писателей, Георгий Тарасевич. Добрый вечер, наверное, мужик. Поближе, а я только говорю. Собственно, что я хочу сказать. Сегодня праздник, ну, знаете, какое десятилетие проекта. Поэтому я начну со стихотворения, которое подходит под любой праздник. Называется «Бесшабашный праздничный песняк». Рваю-то я струны трехрядной гармошки. Что струн на ней нет, и без вас мне понятно, но песен спою вам сегодня немножко. И мне развлечений, и людям приятно. С лучистой улыбкой от уха до уха. Не съехав и чтобы пришиты завязки, я буду вам петь. И плевать, что нет слуха, а голос напомнит телегу без смазки. Сюита на базе блатного мотива белькантом вовне из души моей рвется. Ее пропою я легко и красиво, как цепь, примерно, в деревенских колодцах. Ударю по клавишам я на гитаре. Нет клавиш, подумаешь, тоже мне горе. Тогда я еще почему-то ударю, а может, поскольку, ей-богу, кто б спорил. Когда же я выйду на бис, на поклоны, уверен, меня не отпустите сразу. Тогда я такие сдам обертоны, какие не снились бачку унитаза. Весь день я здесь буду с улыбкой дебильной, вокалы вопить в исполнительском раже. Вы спросите, как до сих пор не попили? А праздник сегодня? Мне хрен кто что скажет. Несколько четверостышек. Сколь не курил травы, понять не мог. А, выпив водки, сразу понял это. Порог в России больше, чем порог. Порог в России, часть менталитета. Голь, она на выдумке хитра. Нет препятствий для смекалки нашей. Кашу варим мы из топора. На повестке дня топор из каши. Засыпаю от библейских тем, потому не попаду на небо. Ангельского нет во мне совсем. Даже, блин, в Архангельске я не был. Хотя меня и не спросили, хочу я, чтобы любой усвоил. Мы по отдельности бессильны. А вместе мы бессильней вдвое. Добрососедская. Рассвет забрежен и повторно молотят в дверь. Игра на смарку. Что делать? Отложу в алторну. По тихий час. Возьму болгарку. Морская тема у него в чести. И он однажды после литра водки решил, что нужно в плавание идти. И поднял паруса подводной лодки. Говорят, недавно попросили около спортивных бюрократов. Надо бы добавить флаг России. В список запрещенных препаратов. Такое по мотивам Маяковского. Старый негр посреди Арбата. Там, где рифмачи и скрипачи. Громко мелкий дождь ругает матом. Для того он русский учил. По мотивам Пушкина. Я вас забыть планирую серьезно. На принцип в этом деле я пошел. Я позабуду вашу внешность, возраст, характер, место жительства и пол. Себя с утра не чувствуя бойцом, подумаешь. А вот бы было клево. Похмелье с человеческим лицом. И почему-то вспомнишь Горбачеву. Такое от женского лица называется «Устами поэтессы». «Я девушка, как веничек простая. Тебе ж такие нравятся, не лги. Свои стихи я хочешь почитаю? Не хочешь? Просто вынесу мозги». Ну и как-то зубоскалить. Бывает, что надоедает. И хочется написать что-то такое вот мягкое, приятное, на ощупь. В общем, как это принято говорить, няшное. Вот недавно мне удалось это сделать. Называется «Няшная стихотворенница». Утречком проснулся я с рассветиком. Глянул на просторчик из балкончика. Солнышко мне шлет свои приветики. Облачка плывут по небосклончику. Пользуют по польшку комбайнчики. Жму и пшеничку, просится и рожицу. Молча пью водичку из стаканчика. В душеньке же радости со множится. В рощице сидят на каждой веточке Певчих птичек черненькие точечки. Ручечкой пишу я на салфеточке Розовые супельки стишочечков. Спасибо. Спасибо, Милогин Тарасинков. Милогин Тарасинков. Следующий участник нашего концерта скрывается под творческим псинтонимом Сандерс. Но мы его сейчас рассекретим. По самой специальности штурман датливого плавания. Еще Петр Первый говорил, что штурмана отродье хамское. Но дело свое знают, поэтому в ковет-компанию пускать и чарку водки подносить. Несмотря на свой не ангельский характер, Александр является координатором пушкинских чтений Михайловским и директором регионального фонда содействия современной поэзии «Сведач». Он запах себя говорит, а мы подтверждаем, что аморально устойчив, к водке отвращения не испытывает, на женский пол реагирует правильно. И все это при пяти изданных авторских сборниках. В общем, настоящий юморист Александр Валяев. Спасибо. Что я там благодаря пяти изданным авторским сборникам? Ну, я как бы в первых рядах, поэтому тоже считаю, что почетно. Но начну я, тем не менее, с себя любимого. Много есть примет на белом свете, о которых ведает народ. Только на меня приметы эти действуют совсем наоборот. Если вдруг, к примеру, с черной кошкой нас случайно вдруг судьба сведет, то она, мне перейдя дорожку, тут же под машину попадет. Ну, а если кто-нибудь посмеет навести мне порчу или сглаз, непременно тут же окривеет или в глаз получит в сей же часу. А народ уже успел врубиться, что мужик я, скажем, непростой, и с пустыми ведрами девицы мой маршрут обходит стороной. Даже пресловутая ворона, что накаркать может нам беду, не случайно замолкает скромно, если я по улице иду. Может быть, я изгущаю краски, но пошел уже десятый год. Как Европа, видно из опаски, мне шенгенской визы не дает. Но хочу сказать на эту тему, если вдруг зачишется рука, это говорит лишь об экземе, а не пополнении кошелька. И к тому же, если мне на хонду птичка вдруг деяние свершит, это все, конечно, даже к доходу. Но не мне, а мой щекол в машине. Мы от себя любимого переходим дальше просто к любви, к любви, по расчету. Красота для женщин ни к чему. Это в жизни я усвел четко. И влюбился строго по уму, или, если честно, по расчету. А народ несет какой-то бред. То, что я не больше и не меньше красоты поклонник и эстет, выбрал себе лучшую из женщин. Только здесь особый интерес. При осиной талии, поверьте, много и захочет, а не съест. Так что интерес в ее десерте. В ножках тоже есть немалый прок. И совсем не в том, что так красиво, просто пара стройных длинных ног сокращает срок доставки пива. Но, признаюсь, есть еще и грудь, пятый номер у моей подружки. Это для того, чтобы вздремнуть, даже не используя подушки. Восхищаясь пышностью волос, радуюсь в душе такому факту, что совсем не страшен ей мороз, и не нужно тратиться на шапку. Так что я без лишней суеты обозначу выборопричину. Чем в девчонке больше красоты, тем она болезней для мужчины. Но один вопрос лишает сна, заставляя волноваться снова. По каким критериям она выбрала меня, а не другого? Ну, поскольку я координатор пушкинских чтений, позволю себе вспомнить про Михайловское. В Михайловское до горизонта дали, и тут чего-то шепчет облом. Здесь многие поэты побывали, но речь свою веду я не о том. А дело в том, что здесь когда-то Пушкин в своей велепой ссылке прибывал, со скуки с ней и пил вино из кружки, и много строк бесценных написал. Я шлялся там, где наш поэт великий, топтал штиблетой травы на лугу, и мне слова обшептали тихо-либо, такие, что хоть сразу ставь строку. Но перед вами правду я не скрою. Неласково встречают здесь гостей, и за полсуток комариным роем обглодан был почти что до костей. Так вот, на тему этого сюжета замечу, что, конечно, стыд и срам, что русский царь великого поэта отправил на съедение комарата. Но тут мне подвернулся местный житель, абориген и сам почти поэт, который после череды распитий открыл мне самый главный свой секрет. Коль с комарами поделился кровью гений, то, что они с талантом вместе пьют, то через эстафету поколений укусом этот дар передают. И тут-то до меня дошло, ребята, что с Пушкиным уже смешал я кровь, ведь прут стихи, но правда только матом, особенно на тему комаров. Так я поэтом стал поболее рога, и на Монетной улице теперь не пью я блох, а не кусали блока, и не давлю клопов из Англитер. Спасибо. Закончить я хочу маленькой благодарностью. Я вас прошу, послушайте поэта, что стал от этой жизни юмористом. Хочу отметить, кто помог мне в этом и поблагодарить согласно спискам за то, что мир таким смешным сострябан. Спасибо Богу, впрочем, как и черту. А также благодарен маме с папой, которые не сделали аборта. С признательностью вспоминаю школу, где буквы изучил, и даже цифры, и армию, благодаря которой узнал, что клоуны не только в цирке. Но, кстати, за своих стихов творения благодарить я никого не буду. Поэзия подобна диарее, а значит, это просто бес попутал. Благодарю, родное государство, за то, что до сих пор не посадили. Хотя я применяю часто дарство в процессе написания сатиры. И критикам респект мой однозначно. За то, что путь мне украшает термин. Да и жене. А как еще иначе? Она же меня все время терпит. Еще хочу сказать спасибо дамам, которые, ну, в общем, вдохновляли. И вам сейчас бесценно благодарен, что вы меня со сцены не согнали. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Александр Леонидов. Следующий участник нашего концерта во второй раз уже принимает участие в проекте. Однако, чтобы добиться этого права, ему пришлось заблаговременно еще в 1989 году стать дипломантом всесоюзной юморины, лауреатом московского конкурса юмора, поучаствует в знаменитой передаче «Вокруг смеха». Это ему принадлежит известный афоризм. Если ваша жена клад, вам прочитается 25%. Член московского клуба афористики и клуба чертова дюжина Александр Ботвинников. А это, извините, моя жена. А когда она одна в семье, представьте, так бывает, Ира, вот сюда, быстро, быстро. Той эгоист, кой она обычно растает. Александр Ботвинников. 5 числа предстоит День Учителя. Первые две фразы на всякий случай в риминале. По мнению учителей, яйца курицу не учат. По мнению учеников, курица не птица. Ученик знал содержание учебников наизусть, потому что прочитывал их от порки до порки. Не так страшна женщина, как она себя молюет. Из борцов за свободу русского народа дольше всех сидел Илья Муроц. Самая близкая к телу рубашка – смирительная. В медицине в скором времени останутся два основных диагноза – СПИД и практически здоровье. В борьбе за здоровье населения наибольших успехов добилась статистика. В жизни, в отличие от спорта, второе дыхание обычно искусственное. Только некрамотный способен не плюнуть в колодец, на котором висит табличка «Не плюнь». В баню я не хожу. В мужской неинтересно, а в женскую не пускаю. Мало открыть человеку глаза. Надо еще зажечь свет. Лучшее средство от тараканов – лопы. Если вечером женщина отказывается от рюмки и сигареты, значит, утром ее родители вызвали в школу. А в нелегкой женской доле росла без мужа. Смешанный брак – это брак между мужчиной и женщиной. Для одних жена – это все, для других – половина. Настоящее мини – это когда юбка кончается раньше, чем начинаются ноги. Добро должно быть с кулаками, на худой конец – с середняками. Состоятельный человек – это тот, кто успевает заработать больше, чем у него успевают отнять. Знание законов не освобождает от соблазнов. Наш дом – Россия. Удобство во дворе. Кто с мечом к нам придет, откола и погибнет. Политическая мощь, экономическая мощь, оборонная мощь, в общем, одни мощи. Бог есть, просто он плохо раскручен. Можно и лапу сосать, если есть во что ее обмакнуть. Актер так не воплощался, что гримировать его приходилось после спектакля. Актер столь блестяще сыграл смерть своего героя, что после спектакля зрители усыпали сцену венками. Хирурги научились менять человеку пол. Теперь у них научили людей национальность. Поймал старик золотую рыбку и отпустил пейсы. Какую боль должно быть испытывает мужчина, когда у него режутся рога? Семья будет крепкой, если зять и теща любят друг друга. Они жили долго и счастливо, пока не стали мужем и женой. Чтобы жена не могла уйти к маме, пропишите тещу к себе. Если ваша жена пару раз улыбнулась вам улыбкой Джаконды, значит, пора вести ее женскую консультацию. У любви обильных женщин страстное сердце бьется в каждой груди. Женщины это моя слабость, вдыхал импотент. Как трудно любить жизнь, кругом столько соперников. Фунт лиха, путь соли, от мертвого осла уши. Все перемешать, подогреть и смысл жизни готов. Спасибо. Вот Александр Баклиников. На улице осени свякоть, но все же не время, товарищ, для скуки и сплина. Тебе наше верное средство поможет. Послушай, читает Савельева Инна. Да, Инна Савельева вечно юный, активный, добрящий души человек, член Союза писателей Москвы и Московского клуба юмористов и сатириков чертова дюжина, где 9 лет была председателем. Обладатель первого места в конкурсе поэтов-фиронистов комсомольской правды, дипломат фестиваля юмористической поэзии Ёрш, Инна Савельева. Сначала почитаю несколько таких пирожков без ритма. Некоторые из них от мужского лица. Ты знаешь, Зина, что все браки свершаются на небесах. Вот попадем когда на небо, я обязательно женюсь. Поела суши, рис и рыба. Ну, что особенного в них? Ну, правда, ела рис сегодня, а рыбу кушала вчера. Липучий орбит отскребал, а с ним два зуба заодно. Теперь во рту не только свежесть, но даже явственный сквозняк. Бывают у ослепительной актрисы бриллианты ослепляли всех, чтобы не травить народу душу, в конце концов их увели. Костюм английской королевы свой цвет меняет каждый день. Ее закончат заправления, когда закончатся цвета. Чужие дети симпатичны, всегда забавные, милые, но есть противные, да, нельзя, они всегда в твоем купе. Все съели гости, бра разбили, насвинячили везде, жена ни разу не орала, ведь может стерва промолчать? Отсель грозить мы будем шведу, нам Петр первый завещал, и я всегда приехав в Питер, пугаю шведов чем-нибудь. скайп это очень экономно, ты раньше угощал друзей, теперь болтаешь с ними вечер, а водку каждый пьет свою. Бабулька мыла полбольницы всех проходящих в костерях, нет должности другой прекрасней, где чувствуешь себя как Бог. Когда б не комары да мухи на как Кушкин лето бы любил, но развелось клещей до черта с энцефалитом не до мух. Пролез ко мне в программу хакер, разнюхал банковский мой счет, увидев сколько я скопила, мне перевел пятьсот рублей. Не видела арбуз квадратный, смотрела долго как баран и не купила, но остались квадратными мои глаза. Быть добродетельно не сладко, как трудно стойко пережить, что все вокруг грешат блаженно, а одному тебе не не. Сидит мыслитель обреченно, весь напряжение от проблем, о чем задумался детина, о том, что нечего надеть. Мечтают многие мужчины богатых вдов ахамутарь, но вдовушки хотят вторично еще удачный обдовец. А вот тосты какие бывают. Тост на застолье. Вы ждете, чтобы тост я вам сказала, хотя и так вы очень много пили. И я сейчас хочу поднять бокал, который вы тут спьяно уронили. Тост на юбилеи. Ваш юбилей для нас огромный праздник. Приятно, что мы с вами еще проказник, но слава Богу, мы моложе вас. Тост на свадьбе. Хотя для вас сегодня дата удивительна, хотя вас ждет нелегкая дорога. События прекрасны и значительны, и пусть таких событий будет много. Тост на банкете. Защита диссертации успешная. Желаем, чтобы могли вы отыскать из-за бугра кого-нибудь нездешнего, кому бы тему выгодно продать. Тост на поминках. Наш друг был человек весьма достойный и в пьянках проявлял мастерство. Ну хорошо, что хоть не пьет покойный, останется нам больше без него. Тост на рандеву с девушкой. Я выпью за развитие твое, чтобы не было в тебе зажима, чтобы кончили мы быстренько питье и перешли к постельному режиму. Тост на новоселье. Я пью за вашу новую квартиру, за бар ваш со столовой пополам, за ванны, спальни, колы, два сортира, чтобы вы сгорели все на радость нам. Тост за здоровье. вы пьете много судя по злословию от алкоголя пруд пруди вреда. Вы пейте, пейте за свое здоровье, которого не будет никогда. Я пью тост на корпоративе, я пью за нашу как ее гулянку, что нынче все зовут корпоратив. За то, чтобы не снимали для подлянки то, чем тут занят спьяный коллектив. Ну и маленькая секторин, которая есть в книжке, я его люблю, так прочту. Человек без обертки. Снял он обувь, стал пониже, снял пальто и стал худее, без костюма лоск пожиже, без очков на вид глупее, шапку скинул плеш наружу, без перчаток руки-крюки, без жилета грудь поуже, зубы вынул уже звуки, без портфеля вид без мобильника как нищий, скинул майку вовсе тощий, сбрил усы такой носище, посмотрела, засмеялась, как важна вещей опека, снять трусы ему осталось, и не будет человека. имя заверия пози обзор нахожен и поют июля хотя бы писал песню, вы стоите в стихе, имя заверия, я знаю, помню. Так, а сейчас у нас будет музыкальный номер. На стены выходит Елена Алмол, это профессиональный музыкант, закончила Академию имени Гнезиных по классу скрипки, кроме того, она профессиональный модельер, лауреат премии поэт года 2014 в номинации детской литературы, автор детской книги с точки зрения Варя, победитель вечерних стихов сезона 2014 года. А теперь еще лауреат фестиваля конкурса умный смех 2017 и дипломант всероссийского фестиваля Ёрш 2017, на котором она малого ёрша получила вместе с Маратом Иналиевым. У них дуэт называется Весла. Мне так и хотелось сказать, Весла, гребите на сцену. Но одно Весло мы потеряли, надеюсь, что временно, да? Временно. Марат заболел? Весло передает всем привет. Сегодня у нас такой усеченный будет дуэт Ол Весла и Александр Хигай, который поможет мне. Но сначала я все-таки буду поэтом, а уже потом музыкантом. Поэтому я начну со стихотворения. Стихотворение специально для женщин. Психология. Ты с утра на работу ушел. Я позавтракать села за стол и, налив апельсиновый сок, твой увидела рядом носок. Он лежал на столе и молчал, явно что-то при том означал. И, задумавшись соком в руке, села я за стихи о носке. Что же этим хотел ты сказать, что мне надо бы чаще стирать? Или дал мне заметить с утра, что на пятке протерлась дыра? Или это тончайший намек, что мой вес от стандартов далек? И, возможно, при виде носка не возьму я с тарелки куска? Размышления сводят с ума, я не справлюсь с проблемой сама. Чтобы найти адекватный ответ, мне психологу нужен совет. Разъяснил интернет сей же час, в отношениях кризис у нас. И, должна я без страха и слез радикально поставить вопрос. Недопитый отставив стакан, я иду собирать чемодан. Но не зря задрожала рука, я от правды была далека. Просто утром, пока я спала, ты, уже погруженный в дела, не найдя носового платка, взял носок на замену. Пока. Александр Хигай выходит на сцену. Автор, исполнитель, мы его еще увидим. Шалом православный. я здесь сейчас в качестве некрасивой подружки Лены очень волнуюсь. Ну, у нас дебют в таком составе, поэтому сейчас будет интересно. Держите вас, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дачная песенка. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ни с чем не сравнить О боже, как хочется просто попить Но выпито все, кроме пива, друзья А я за рулем, значит, пива нельзя Но есть в запасе бутерброд, там сыр и колбаса Теперь я в пробке продержусь еще хоть три часа И слева, справа, да везде, куда ни кинешь взгляд Тойотах, Мастер, Хопелях едят, едят, едят И вот, наконец, я на даче своей Теперь-то уж точно я буду умней И чтоб на обратном пути не стоять Я чаю глотну и в дорогу опять Но только с дачи выехал, как вижу, вот дела Идея-то мудрая не только мне пришла И слева, справа, да везде, куда ни кинешь взгляд Тойотах, Мастер, Хопелях стоят, стоят, стоят И дачники угрюмые на них из них глядят АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И поэтому начало нашей песни оказалось чуть-чуть смазанным А мы можем постоять Спасибо, ребят Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий участник нашего концерта написал когда-то себе так Стихи пишут со школьных лет, но книгу за эти годы издал только одну Которая называется «Медный ветер» С 1980 года являюсь актером любительского литературно-поэтического театра То есть уже более 35 лет В составе театра этот человек является лауреатом всесоюзных конкурсов Участником многочисленных фестивалей Как чтец он участник городских конкурсов и лауреат, и дипломант Стихов написано более тысячи Из них штук 20, как он сам утверждает, неплохих На хохмодроме, такой сад есть известный Он с 2006 года, где был мной когда-то замечен И приглашен в качестве участника на первый концерт поэтов хохмодрома в 2007 году Юрий Смирнов Первый раз я выступил здесь 10 лет назад Отвязаться от меня не удалось, я приехал еще раз Так что займу ваше внимание на несколько минут Итак, значит, почему я пишу, иногда мне даже самому это интересно А в честь чего? Может быть, это стихотворение немножко что-то объяснит? Объяснит Охранитель крылами взмахнул, запоздало И пресветлое братство во мне засновало Может, я лишь живой отголосок скандала Разномашных жильцов чердака и подвала Жаль, что весь этот сброд, даже тертый и битый Так просел за всегдашими склоками и вонью Что на фоне текущих тревог и событий Представляется мелкой смешной шелупонью И теперь, как отсталой я лично с нихмурю Подшагая скалы, мурло Хомякова Просто маюсь своей обособленной дурью Как привыклась По-теплому и бестолково Наш уважаемый Владимир Давыдович сказал, что В собравшемся коллективе есть академики, герои, мореплаватели, плотники Так вот, я вам могу сказать, что есть еще у вас Туда один автослесарь затяжался в моем лице Автомобильную тему никак не мог пройти мимо Но почему-то, что бы я ни писал Я обязательно с любой темой съезжаю на женщин Итак, не машина, а несчастье Повыдеживалась сласть Как я с ней не извращался Ни почем не завелась Стартер вжикнул, как пластинка, подсветевшая иглой Встрепенись, моя калинка Алия не удалой Что тебе за знова надо Отчего такой прострел? Я ли твой аккумулятор Возле сердца не согрел А еще была огласка всемогущим матерком И проверенная ласка На коллектор кипятком Мы же лазили годами Что ж теперь не помогла Теребилка с проводами От проезжего села Рядом звучно, как аврора Громахнули с пол пинка Престарелая приори И костлявая ока Не кладу на них я глаза Нету дела, нет мне дела до чужих Но ведь ты, моя зараза, холодна Как пять моржих По велению сил природы Все тебе сегодня в лом И эфир воздуховоды И таскание козлом Но отмазка не фурычит Не работает со мной Я, когда на то приспичит Укачу любой ценой Сколько можно биться с комой Словно плюгер на оси Все Звольно другой знакомой Той, которая такси Александр Сергеевич и Пушкина Тут уже упоминали Он наше все Он наше настолько На все, что не повезло хвалиться Мой прадед, будучи Известным колорским купцом В свое время вел дело с Гончаровой Какой-то отзыв по мне Наверное, остался с тех пор Так Стихотворение называется Я вас забыл Оно, по-моему, есть в книге Будете читать писанное Вспомните живого Я вас забыл За вздорной суетою Утратив актуальность Как вопрос Вы были так И сделали снитою Чему виной жизнь А не склероз Срываясь то в забой То в кругосветку Вы, наше собственное астрал Запамятовал я размер Расцветку А первым делом Имени Харал Годами слизь Повизгивая вьюжно И в этой круговерти Новизны Я помнил все Что мне в упор не нужно А вас, увы Логично Вы нужны? Нет, я не сожалел Что все уснуло Как куба рос Под кружевом зимы Зачем мне вас Негаданно вернуло Как алкоголик Взятая взаймы Сдается мне Что чувства не угасли Как летний полдень В проблеске заре Вернуть вернуло Спору нет Но вас Не помню Чего Нас с вами побери О, этот взгляд Невыразимо томный О, этот шар И очевидный пыл Я позабыл Что вас забыл Но вспомнил Когда решил Что вас давно забыл Нет смысла Препарировать детали И притворяться Будто я удел Вы без меня Похоже Процветали Ну так и я Без вас не увидал Надстройка в шоке Но крепка основа Поэтому В ряду побочных тем Я вас забуду Не опять А снова И дай вам Бог Что в этот раз Совсем Юрий Смирнов Спасибо Следующая участница Нашего концерта Администратор Легературного объединения Живой звук Председатель клуба Рецензентов Сайт Лиц Совет Член Московского клуба Афористики Организатор Ежегодного Международного Интернет проекта Конкурс Афоризмов Участница Первого концерта 2007 года Татьяна Китая АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер всем После Юры Конечно выступать Очень страшно Женщина не должна просить Только напрашивать Я все пойму Но только не отказ Не доводи меня До совершенства Не удается разубедить Женщину Разочаруйте Мой дом Моя слабость Сначала поймай Потом фантазируй Если женщина смеется Не спрашивайте Понравилось ли ей Одни мужчины Могут Другим Только нравится Не уверен Не обнимай Всю жизнь Захочу ли Захочу ли Прочитать Еще раз Из всех Проб пиран Запомнилось Только 585 Хочешь быть счастливым? Буди Надо быть выше Того Что происходит Ниже Никто не Обнимет У нас Право На несчастную Жизнь Не люблю Разочаровываться В людях Но надо Насколько же Надо любить Мужчину Чтобы жить Только с одним Любовь Чувства Неблагодарные А потом И вечные Сердце Разбивается На счастье Стоит поговорить С умным человеком И сразу понимаешь Что не о том Пришла к выводу А он занят Я и так дура Куда уж симпатичнее Не первый день Мы говорим Всю ночь Если вам выносят Мозг Успокойтесь Плохое выносить Не будут Не договорюсь Тогда Играюсь Не каждый Удар Судьбы Стоит Парировать Чем больше Я не люблю Людей Тем больше Становлюсь На них Похожей Отдых Это смена Привычного Напряда Но необъяснимый Сила притяжения Зависит От размаха Крыльев К счастью Тянет Как на место Преступления Столько разных Нельзя Что можно Ни в чем Себе Не отказывать Человеку Нужно Немного И совсем Не то Что у него есть Любое удовольствие Можно Растянуть До Неудовлетворения Люди Все Разные Этим-то Они И похожи Лучше Сразу Упасть Чем Докатиться Богу Сложнее Всех Ему Приходится Верить В себя Люди Всегда Найдут Общий Язык Стоит Лишь Его Показать Всего Чего У меня Нет Я Добилась Сама От добра Молодцы Не ищут Отстали От жизни Жди Следующий Кому-то От Бога Кому-то От нечего Делать Таня Заканчивай Мир Так тесен Что нет смысла Выходить Из себя Друзья Поэты Следите За регламентом Иначе концерт Будет не 3 часа А 4 Продолжим Нашу программу Поэт Который уже 7 раз Принимал Участие В концертах Нашего проекта Но поскольку Пишут Много То ему всегда Дается прочитать Что-нибудь Новенькое Нам не так Часто Удается Встречаться Правда Иногда Он Махнет Крылом Над моей Дачей Когда заходит На Нукова Потому как Он не только Поэт Но и Действующий Летчик Старший Вецепрезидент Компании ЮТР Которая Скоро Станет Спонсором Нашего проекта Я надеюсь Андрей Ситнянский Поэт Пилот Угодник Дамский Андрей Иванович Ситнянский Вот так Спасибо Добрый вечер Дорогие друзья Сегодня Первый день Октября Наступил Октябрь А фулик Долгу Плюс Всего один День Ото дня Что ты Не выбрасываешь Ёмку Будут реже Спрашивать Меня О себе Немножко Похож Я на Есенина К тому же Березки Наши Русские Влюблен Стихи Пока пишу Немного хуже Зато уже Бухают Прямо Как Оно Пожалуюсь На тяжелую Судьбину Мои стихи Не пользуются Спросом К тому же Я устал Вступать В дебаты Фанаты Пристают Ко мне С вопросом С чего Ты взял Что мы Твои фанаты Мои девушки Вкус у мужчин Обычно Безупречен Они пьют Сок Грейпфрут Или томат А мультифрукт Придумали Для женщин Они всегда Не знают Сами Что хотят Девчат Не понять Прагматичным Мужчинам Гуляя по городу Просто со скуки Прервут Они шопинг По двум Лишь причинам Закончились Деньги Закончились Руки Совет Милым девушкам Вопрос Поставить Лучше так Иные варианты Чушь Не почему Мой муж Дурак А почему Дурак Мой муж Совет Мужчинам Не обижайте Девочек Серьезно Расплачется Девчонка Быть беде Зареванный Понять Совсем Непросто Кого Лопатой Лупишь Побалде Вот Автобиографичное Дно Коту Терпиме Чем К поэту Моя жена Таков Итог Я Чтобы Убедиться В этом Три раза Ссал Ее Сапог Очень давно Написано Стихотворение Конкурс Красоты Называется Для победы Что не говори Конкурсантке Надо Обязательно Подружиться С членами Жюри И особо С членом Председателя Печальная История Одна Пришел С цветами Принял душ Общаюсь Лежа С леди Я И тут Внезапно Входит муж Финита Бля Комедия Дневник Девочки Про соседей Я залетела Роды будут В мае В апреле Выйду замуж За Ивана Сама пока Я этого не знаю Но думаю Соседи Врать не станут Два путя Написала К 8 марта Буквально недавно Магазин Сапфиры Очень часто Доводил В канун 8 марта Девушек И женщин До оргазма А их кавалеров До инфаркта Крут у моей супруги Нрав Чтоб не сказал я Это чушь Один из нас Все время прав Другой из нас Все время муж Сказочка Одна для детей Маленького возраста Без секса Вот уже 4 дня Конечно Повод был Поторопиться Вскочил Иван Царевич На коня Не дотерпел Простите Василиса Кто в доме Хозяин Тоже Не верьте Вы соседу Болтуну Что я глава Семьи Тут знают Многие Когда хочу Я слушаюсь Жену А не хочу Лежу В тропатологии Про нашу Великую Могучую Родину Объясните Братцы Кто-нибудь Как сынок Чиновника К примеру К 30 годам Прошел весь путь От сперматозоида До мэра В Орле Снимали Корно Про больницу Но режиссер Вдруг волком Начал быть Бакульки Стали в студию Ломиться Кричат На секундочку Спросить Спецоперация Просил Вяков Под видом клиентов Вчера Опера В массажный салон К проституткам Пришли Гуляли в салоне Почти до утра А утром Под видом клиентов Ушли Через месяц Время платить налоги Я заплачу налог На этот раз Ведь финн инспектор Мне сказал По-дружески Кто долг Гражданский Срочно не отдаст Тот будет Отдавать Стране Супружеский Россия Удивительная страна Мало кто знает 66% Территория России Это зона Вечной мерзлоты И лето Здесь кончается Не когда Купаться холодно Лето в России Кончается Когда купаться Твердо Найдись им Отлично Называется Лето Пруд Сидит рыбак Хряпает по маленькой Пруд Зима Все точно так Та же пьянь Но в валенках Мы Накинали с другом Дайкоты Рекламный Прочитав вчера Плакат Забойная Прикольная работа И ниже подпись Мясокомбинат Как это свадьба Жалко Жалко нет Моего друга Подполковника Милиции Алексеева Игоря Но Думал Он оценит Гуляет свадьба Я заметил Расклад в полиции Иной У всех на свадьбе Есть свидетель А у ментов Есть понятой Пытаюсь разобраться Год от года Но почему нам Власть так нагло Врет И как вообще Заставить слуг народа Немного полюбить Своих господ Аплодисменты Голосовское Стихотворение Обида называется Если бы вдруг Жизнь заговорила Что сейчас Почти не мудрено То она бы Сразу заявила Вот что люди Сами бы говно Аплодисменты Стихотворение 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 Я больше всех Ее люблю Ты не годишься Ей в подметки Я без нее Не ем Не сплю Тогда женись На ком? На водке? Ну и Еще Россия Уникальна тем Что у нас Самое большое Расслоение Населения В жизни У нас 1% граждан Владеет 70% Всего Национального Богатства Давно тоже написано Но актуально Народ наш Голодин и босс Нет денег На еду и брюки И у меня Один вопрос Когда же вы Нажретесь Суки? Пришел запрос Из зоомагазина Мальчиштар Заполнен Тут не до конца Такая вот Печальная Картина Прислать Просили Сам У продавца Дом 2 Хоть многим В это верится С трудом Дом 2 Как показал Сезон Прошедший Действительно Содержит Два в одном Публичный дом И там же Сумасшедший Почему не спать Вот много смеха Я хотел спросить Но понял вскоре Что вообще В природе человека Веселиться Если с другом горе Вот для тех Кто просыпался В 5 утра Стишок Про будильник Не сплю Каждый Дик его слышу Подушкой Желая греть По роже Будильничьи Вижу Готовиться Сука Звенеть Чтоб потом Не быть печальным Быть здоровым Как и прежде Ешьте Крабов Натуральных А их палочки Не ешьте А не вея Вчера Убедился я сам Не дороже Бонтина Ничуть Но Такой Добавляет Объем Волосам Что Ширинку Нельзя Застегнуть Ну и В заключении Мечтаю Хочу Прожить Остаток Дней В комфорте Понять Что я Трудился Ненапрасно И что Когда Ситнянские Пишут В Ворде Программа Не подчеркивает Красного Спасибо Ну мы продолжаем Инженер Григорь Кандидат Наук Юрист Управлением Специалист По бинск Консалтингу Кандидат Мастера Спорта Инструктор Волейбол Рыбалка Лыжи Когда он Успевает Писать Стихи Мне неведомо Валерий Ременюк Он Ученик Совсем Недавно Проходившим Прямо Здесь В фестивале Орбус Умный Смех 2017 И сейчас Он нам Поет Он участник Двух Концертов Нашего проекта В том числе Второго Который Прошел Буквально Сразу После Первого 15 Октября 2007 Валерий Сбежишься На рублишко Пенсионный А надо то И надо сё Но недоступно Как-то всё И вот Зашел я В магазин Комиссионный А там Сачок По табачок Ещё Какой-то Пустячок Такая Тонкая Бринчалка Ветеряная А рядом Року Под бачок Стоит Потёртый Мужичок А на груди Её Цена Договорная Меня Товарищ Задел Такой Товар И Беспредел Я Поддержатель Жил Несчастного Морально А что Случилось Старина Да вот Сдала Меня Жена В комплекте С ванной Машиною стиральной Мол Обновляет Интерьер Мол Я морально Старел И старый Конь И борозды Уже Не вижу Ну в общем Баб Я шапиток Но не давить Жапа За то Что иногда У них Года Срывают Крышу Чтоб Точно Не давить За то Мы с ним Начислили Посток На всякий Случай Я всегда Гуляю С пляшкой И пил Наш дружный Коллектив Монетаристов Супротив И завелась Тогда идея Под фуражем Я сказал Ему Не дрейф Я ложусь В попутный Дрейф И у меня Идет К тому же Мне сдается Но только Я не стану Ждать Когда меня Решат Создать И нацепил Себе Табличку Продается Кому Мужны Два чудака Склероз Отвившие Бока Ботинки Гады Макинтож Ехали Нудисты Кто такие Расскажу Из Италии И Германии Эта мода Добрела И до нашей Глухомании О, какие Браты дела Там у них Такая Доблесть Обнажение Телес Там и там Серега Топлес Половина Так он Лес Как на пляж Сбегутся Дружно Ни резинки Ни ногой Типа И все время Тушно Так и шпарят Галяков И куда Не повернись Я смотрел По словарю Семь Сгибицы Тонисты Чистую Правду говорю Мне, Серега Мало прозы Я с рифмой Извини Так у них Такие Позы Но А дотронуться Ни Время Выйти Из укропа Да из Дедовых Лесов Быть, Серега Не Европа Да не можем Без трусов У нас Подобным Поворотом Не спугать И удивить Мужикам Да патриотом Нам ленича Предъявить Хоть и нет У нас сноровки Нам не поясно Двоим Мы сперва Для тренировки В огороде Постоим Выкинь Пугалы От седа Мы за место Можем Стать Слышишь Крики У соседа Оценили Нашу стадь Примы Примляжаются Свожжали Участковый Впереди О, и жены Нам бежали Окружают Нас Споги А в личной Жизни Катастрофа Глаз Подбит Нароже Швы Нет, Серега Не Европа Мы пока Дышим Увы Эх, раз Еще раз Вдалеке От Евротрас Но сдаются Мне Серега Отгоняем Гондурас Спасибо Валерий Минюк Город И мы потихонечку Добрались До авторитетов До аксакалов Коронической поэзии Знаете Поэту Для концертной деятельности Мало уметь Писать хорошие Молитические стихи Мало Громко И красивых читать Надо еще Суметь Читать стихи Не рассмеяться Раньше зрителей И вот этот поэт Делает Содержится в совершенстве Самый первый Лауреат Первого фестиваля Юмористической поэзии И песни Йорж Девятнадцатикратный Участник Концертов Нашего проекта В том числе Конечно Самого первого Владимир Гаврика Я бы еще добавил Взывание Своим Что я был Первым Ведущим В составе Однополого дуэта Но потом Времена Переменились Начнем Нам Советы Запада До фени Санкции Сегодняшние Тоже Нас нельзя Поставить На колени Потому что Нам удобнее Лежа Мне еще Обидно Задержало Колыбель Бунтов И революций Доверили Страну Что даже Травы От росы Серебряной Не гнутся Все у нас На грани На пределе Каждый день Ломается И рвется Ну а травы Просто Не успели Дайте Срок И денег Все Загнется Смеха Мело Товарищи В ногу Счастье Нас ждет Где-то Там Кто-нибудь Знает Дорогу? Нет? Ну тогда По местам Если в колесо Вставляют Палки Перестройка Медленно Идет Неохотно После Коммуналки Селится В пентхаус На руч Ну немножко О себе Как бы это Не звучало Гадко Правде Все же Должное Отдал Есть у меня Пара Недостатков Старый И умен Не погадал Я С детства Не любил Овал Мне витаминов Не хватало Я с детства Сало Рисовал Оно Полезнее Овала Помнился Еще С начальной Школы Не любил Я дружбу Однополой И причина Думаю Понятна Дружишь Дружишь Все Без результата У меня спина болит А нагибаться Толстом Вот так вот Наверное лучше Тут Надысь Соседа Грохнул Питер Так менты Замучили вопросом Почему В охотничьем Билете Нет отметок Об уплате Безноса Я им поясняю Я ж прикладывал Да и он дышал Немножко Вроде Ну Тогда Отметка Не надо Забирай Своё ружьё Свободен Нет В дружбе Нестерпимы Перекосы Лишь Вред Наносят Дружащие Маги Что ж Ты Петров Не ходишь На допросы Как будешь Посвободней Загляни Бердичев Таможня Еврея Трясут Трясут Как обычно Не строже А город Подумал Учебное Хоро Раскаты Уж Больно Похожие С тобой Степан Степанов Несмотря На жалкий Вид Был Грозой Для хулиганов И не раз Был И не гид Но Зато На стадион Проходил Бесплатно С автоматом Где у пули Центр тяжести Смещен Как образованы Менты Порой Сам Замечаешь В Москве Живу Заявишь Ты Они Поправят Проживаешь Хоть Хоть Ну Продолжение Про штаны Скажи-ка Дядя Ты Так Редко Штаны Стираешь Носки И с этим Запахом В разведку Как там встречают Не в штыки Мебель стали делать Очень плохо Сутки Проведенные В шкафу Показались Целой Эпохой А я еще Натрескался Горох Все Глаза Повыще Фу Домой Вернулся Встреча Удалась Охи И ахи Летят Из спаленки Которые Тут временные А ну Слась Убирай Нафиг С прохода В валенке Я прошу Вас Самую малость А приму Как великую Честь Буженинки У вас Не осталось Нам тут Ни с чем Горчицу Доесть Наконец-то Перо Приравняли Штаты Все Кто пишет Как будто Лишились Оков А пернатых Реформа Повергла В тоску А куда Полетишь С полной Попой Штыков Суета По утра У нас В могилу Сведет Не ленись Как бы ни Было Гадко Если Завтра Война Или Дальний Поход Лучше С вечера Сделай Зарядку Мне Поговорки Нравятся Не все Порой Бывают Притчи Скоросбелки Вот Вспомните Про белку В колесе Там Колесо Вращается Не белка Предлагаю Разобраться С Далью Чтобы Всем Понятно Было Впредь Лондон Это тоже Забайкалье Если Из Хабаровска Смотри Что-то Вам нравится География Еще одно Название Географии От Голопогусов До Перми Равно Как От Мейбурна До Польши Сколько Тигра Мясом Не Корми У Слана Интимный Орган Больше Ну и Последнее Октябрь Осень На Изломе Не Держит Влагу Небеса Вот Так Ж И Спиртное В Доме Рекорд Квартиры Полчаса Ты Полагаешь Что На Даче Иначе Отстоят Дела О Да На Даче Все Иначе Там Не Доносим До Стола Осень И Опять Лишен Покоя Полностью Ни Запаха Ни Следа Осень Время Года Не Такое Чтоб Болтаться Трезвым До Обеда Я Вот Принял Двести Грамм Под Сава Чтобы Только Дверть Вступила В руку Не Вступила Значит Двести Мало Осень Это Целая Наука Отрывать Человека От Ренки Когда Он Ее Горло Поднес Могут Только Одни Недоумки А вот Смогут Это Вопрос Третий Час Я Любуюсь Москвой Под Чаек Из Щербатого Блюдца Вижу Трезвый Не Наш Рулевой Не Втянуться Была Не Втянутся Спасибо Другие Габрики Спасибо Володя Следующий Чайник Селедовичного Концента Родился В Москве Где Прошел Путь От Впускника Роддома До 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 Цента НГТУ Имени Николая Настовича Павована Начал писать Довольно Поздно И Как Он Мне Сказал И И И И Из Любви К Человечеству Его Любимый Жанр Анекдоты Афоризма Короткие Шутки Которые Частенько И 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 Лучится И Как Результат Образование Получено В Университете Кор Считается Первоклавным Я считаю Одним из лучших Афористов Всех Времен И Народов Не Случайно Он Стал Первым Лауреатом Ерша Когда На нем Была Введена Номинация Афористика Вадим Зверев Добрый Вечер Ну Я тут Нашел Текст Своего Первого Выступления На Концернах С Мехом Печень Не испортишь Вот Отрывок Прочту Но Я тогда Еще был Молодой Меня Видимо Сильно Интересовали Женщины И Так Несколько Расскажек В мужских Стеатипах А женщины В отношении С мужчинами Как говорится Орфография Пунктуация Того Времени Сохранена Каждого Мужчину Где-то Ждет Женщина Но Неизвестно Где Поэтому Не каждому Удается Избежать Этой Встречи Например Часто Глядя Утрем На Женщину С ужасом Понимаешь Что В том Что Ты Ее Вчера Соблазнил Была Не твоя А Ее Заслуга Вообще Если Вы Встретили Женщину Своей Мечты С Остальными Мечтами Можете Уже Распрощаться От Женщин Можно Ждать Чего Угодно И Чем Более Угодно Тем Дольше Можно Ждать Комары Гораздо Гуманнее Некоторых Женщин Уж Если Комар Пьет Твою Кровь Он По Крайней Мере Перестает Жужжать Поэтому Было Неплохо Если Девчкам При Рождении Завязывали Не Только Пупок Но Еще Язык Не Правда Что Женщины Не Способны Думать Они Способны Просто Не Видят В этом Необходимости Ведь Выражение Привести Голову В порядок Для Женщины Означает Просто Причесаться С другой Сторон Мужчин Вообще Принято Свою IQ Измерять В Сантиметрах И Все Так Переудобной Женщине Хочется Снять Шляпу Перед Красивой Все Остальное Да За Красивую Женскую Грудь Мы Обеими Руками А Что Делать Мужчины Не Думают О сексе Только Тогда Когда Им Занимаются Удар По Женскому Самолюбию Когда Мужчина Засыпает Сразу После Секса Удар По Мужскому Самолюбию Когда Женщина Засыпает Во Время Секса Совет Женщина Если Муж Востеле Назвал Вас Чужим Именем Откликайтесь Не Пожалеете Да Супружеская Жизнь Это Путь От Незабываемого Секса К Невспоминаю Все Несмотря На все Усилия Женщин Не Любить Их Невозможно Потому Что Это Талышка Дегтя Которая Делает Нашу Жизнь Медом Ну И Теперь Логично Было Прочитать То Что еще не читалось На концертах Смехом Печень Не Спортишь Ну Был Такой Раньше Жанн Мистической Миниатюры Это С миру По нотке Он назывался Когда бралась Какая-то Фраза Из песни Популярной Так По новому Об этом И так Об этом И так Избранный Из контекста А ты Опять Сегодня Не Пришла Песня Человека В ожидании Мысли Смело Товарищи В ногу Песня Футбольного Тренера Призывающая Своих Подопечек Играть Пожестче Ты у меня Одна Песня Обращения К 100-рублевые Купюры За день До зарплаты Руку Мне дай На середине Пути Песня Редкой Птицы На середине Днепра 33 коровы 33 коровы Песня Наблюдения Члена Жюри Конкурса Миссу Любинск 2015 Со мной Что-то Происходит Ко мне Мой Старый Друг Не Ходит Песня Человека Одолжившего Товарищу Денег Я Извините Ашинс Я календарь Перевернул И снова 3 сентября Песня Человека Купившего Бракованный Календарь Что стоишь Качаясь Песня Женщины Встречающего Мужа С корпоратива Самый лучший День Заходил Вчера Воспоминания Зятя Об отъезде Тещи Домой Позабыто Все на свете Сердце Замерло В груди Песня Студента Берущего Экзаменционный Билет Ну и наконец А нам все равно А нам все равно Песня Реакция Россиян На западные Санкции Спасибо Ну а следующую Участницу Нашего Концерта Мне представить Особенно Приятно По нескольким Причинам Во-первых Мы с ней Были знакомы С самого начала Сайта Хохмодром По ее стихам Я приконсил На первый концерт Но так как Она была Из Нижнего Новгорода То ей Стало как-то Трудно Мотаться Куда-сюда Потому что Принимала Она участие В каждом концерте Она решила Перебираться В Москву А теперь Это моя соседка Танечка Корминца Но она Всевозможен Поверяет Всех фестивалей Русский смех Умный смех И Ёрш И вдобавок Она Председатель Нашего клуба Чертова Дюжина Татьяна Корминца Спасибо Когда готовилась К концерту Думала сначала Что читать Что читать Потому что Любимый супруг Сказал Что ты мучаешься Давай читай Мое любимое И быстренько Мне накидал Программу На 7 минут Я тут же переключилась На вопрос Что надеть Что надеть Звонит Володя Городейский И говорит Таня Я надеюсь Ты будешь в красном Вопрос Отпал Как хорошо Когда есть мужчины Которые за тебя Все решают Итак Я в красном Читаю стихи По заявкам Своего самого Любимого Слушателя Патриотическая Фантазия Мне на родину Я же народный Герой Бюст прислали С волнением Снимаю фанеру Вместо Пятого Бронзе Отлили Второй Что такое Я требую Бюст по размеру Собиралась Строчить Обличительный стих Но мне Родина Тихо И строго Сказала Из-за вас Нестандартных Героев Таких У меня У страны Не хватает Металла Что ж ты Раньше Молчала Об этом Страна Ну стеснялась Сказать Намекнула Хотя бы Да понятно Бабла У тебя Нихрена Ну всегда Есть в наличии Русские бабы Помню Кто-то Зелезный Меня называл Он наврал Я стальная Примите Поправку Если стране Нужен Прочный Металл Я себя Вместе С бюстом Отдам В переплавку Закаленный Мой характер Десятки Горнил Есть Железные Нервы Луженое Горло Кто Уж там О гвоздях Из людей Говорил Из меня Можно Делать Отличные Сверла Покоряться Тем Сверлом Кирпич и Бетон Брус Вагон Когда с кадром И почерепиться На почин Мы откликнется Баб Миллион Кто от жизни Такой в переплавку Стремится Соберут В нашу честь Поминальный Фуршет Будут только Свои Стинг Вишневский Мел Гибсон Хор Турецкого Чаев Масляков И Пашмед Ну а бюст Пятый номер Ваяти Из гипса Маленький Подборчик Четверостишей Так коротко Разного Вера в прогресс Прорвемся мы С мозгами Или без Нам лишь бы С пива Не просохло В глотках Мы верим Что технический Прогресс Не обратим Как стрелка На колготках А главное К чему Все эти Гневные слова Ты дорогой В пустую Тратишь силы Да и сегодня Снова Голова Но ведь Болит Не просто Россия За границей Нам поможет Душа рвалась В Берлин В Галагу В Ниццу Навстречу С Ахи Нужными людьми Но фейс-контроль Суровый Черт возьми На выходе Из нашей Психобольницы В поисках В поисках Приключений Сколько Всяких Бед И огорчений Мне уже Досталось В этом мире Но ищу Порно Приключений На свои Не обещала Существами Да не похожи На космонавта По вашим Брюкам Гладила В промежности Я оттирала Майонез и Кляксы Ах Допустила Пару лишних Нежностей Тишу Теперь Бегом Бежать До ЗАГСа Да может Это просто Для прикола Я силком Вас привезла К себе На дачу И то Что я лежу Тут с вами Голая Вот ровным счетом Ничего не значит Жестокий романс Ах Месье Ах Месье Вы мазутом Заляпли Ватник И к тому Ж ненароком Вступили В навоз И поэтому Вас не могу Целовать Я как бывало Безудержно Страстно В засос Ах Месье Вы соляркой Забрызгали Чунья И к тому Ж позабыли Портянки Сменить Потому Синовало Смотреть Полнолунье Вы похоже Отправитесь Нынче Одни Ах Месье Ваша речь Перегружена матом И к тому Ж язык Заплетается Ваш Потому Остается Увы Непонятным Для меня Ваши мысли Изящный Вираж Ах Месье Отложите Пожалуйста Вилы Ни к чему Там уже С ночами Вращать Охотнють Как могла Я Назвать Вас Дебилом Что имели Ввиду Воскликнувший Ща Ах Месье Сколько В вас Необузданной Страсти Но когда Вас В уазе Пытались Спихнуть Несогласие Свою Представителем Власти Вам Высказывать Стоило Мягче Чуть Чуть Ах Месье От меня Вы теперь Так Далече Остаюсь Безутешно В родимом Краю Перед вашим Портретом Затеплило Свечи Гематомы Лечу И романсы Пою Ну В заключении Фантазия Такая на тему Как общались В России Если бы не было Такого замечательного Универсального Овоща Как хрен В России Сказочка Про другие Овощи Как в одной Деревне Дальней Было много Овощей А вот Хрену Не видали Там ни разу В общем Дед Пахон Со снастью Новый Просидит На речке Зря Всем расскажет Клев Перцовой Не поймал Ни имбиря Поругает Старушке В невестке Свекровь И в открытую Друг дружку Шлит На свеклую Морковь Мать Бронит Сынка Болубана Укуряет Дурачка За каким Ты баклажаном И какого Кабачка Незнакомцы В избу Сроду Не пущают До поры Что за лук Ты с огороду Что за брок Кри с горы Парни В лесу Идут Сосновы И урут Издалека Пусть Судыры Иди Из моржова Идут В рыбов До чеснока Ледьковых С брюк Водером В праздник Выпьют И урут На мусор По помидору Угурец Не все Выдут Ни петрушки Нам не надо Артишок Нас победишь Получите Авокадо С постным Маслом То есть Шиш У деревни Нам Папайя Всем Нарыло Батисон С баржей Дуб Перешибаем Фейхуа Кладем На все Помянут В порове Чувства И картошку И порей Реп Дых Вы капусту Тупинамбур Сельдерей Вы С какого-то Шпинатом Не поверили Всерьез Сказка Это все Ребята Только хрен В деревне Рос Спасибо Татьяна Кормилица Спасибо Даня Следующий Участник Нашего Концерта Уже Выходит Выходит Мой Круг И где-то Даже Родственник Мы даже С ним Похожи Оба Носим Очки И гитары И какие Песни Он не пел В Европе Они Сразу Становится Знаменитыми И известными Постоянные Участники Велизионной Передачи В нашу Гавань Заходили Корабли Александр Хигай День Аля Кирокзонный Кокополит Кокополит Корейский Разум Просветленный На сцене Александр Хигай Так он надевает Еще Я вам что сказать Имею И от гордости Сгораю Мы машины Из Кореи Покупаем Хигай Спасибо Владимир Владимирович Часто посвятил На мои дни рождения На другие Такие знаменательные Даты моей жизни Стихов Что нужно Издавать Уже отдельную книжку Друзья Всех с праздником Замечательно Совершенно Я очень горд И благодарен Судьбе Что вот Участвую В этом проекте Сегодня Еще один праздник Кстати Вы знаете Сегодня день Пожилого человека Коих я вижу В зале Немало И к ним отношусь И я С некоторых пор Но по возрасту Как бы судить Пожилой человек Не пожилой Сложно Потому что У меня много друзей У которых Ну как Прилично За 60 Но ведут Они себя Как кинейджеры Конечно Я думаю Что просто Человек Усил на пенсию Может быть И считается уже Хотя вы знаете В нашей стране С некоторых пор Считают Вот если россиянин Дошел до пенсионного возраста То он уже Не патриот России Так что Ну все Как бы так делало Все дорогие пенсионеры Пенсионерки Вас с праздником Еще С профессиональным Здоровья вам И постоянного Увышения пенсии Желаю Вот Ну а спою я Наверное знаете Октябрь Такой месяц Пивных фестивалей Октябрь фест Приходит нам Кстати Вот Последний Октябрь фест В прошлом году Больше человек пива Выпил Владимир Гразийский Сидит перед телевизором Вот И такая песня Представьте Что вы в пивном ресторане Находитесь Песня про любовь И у вас руки не свободны А заняты пивными кружками И можно как бы раскачиваться Ну вот такой ритм Знаете Формата Как у нас на селёдочной фабрике Где селёдка блестит при луне Подружился с девчонкой Я славненькой Только губы её в чешуе Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е Е-е-е-е-е, снова губы твои в чешуе, Е-е-е-е-е-е, снова губы твои в чешуе. Можно, естественно, подпевать, подплясывать, подтанцовывать. Ну, как, например, мы в фестивале. Мы забросим кольцо обручальное, Мы из паспорта вырвем печаль. Наша тайна останется тайною, Если рыба сумеет смолчать. Е-е-е-е-е-е-е, эти губы ее в чешуе, Е-е-е-е-е-е-е, эти губы ее в чешуе. Вся сварба е-е-е-е-е, эти губы ее в чешуе, Е-е-е-е-е-е-е, снова губы мои в чешуе. Там еще четыре куплита, но я не стал их петь, я потом как-нибудь спою. Друзья, знаете, 19 ноября в этом замечательном зале у нас концерт, у нас это у кого-то, в квартет Гавань, который поет дворовые старые подъездные песни. И я вас приглашаю на этот концерт, и в качестве такого, как бы, завлекалочки спою современную гаваньскую песню. Они пишутся народом. А я про любовь. Эпиграф. Эх, яблочко, куда ты годишься, Кому не ворота попадешь, не воротишься. Идет по палубе матрос в развалочку, Тельняшка новая, ах, здрасте, дамочка. Я вижу, вы не прочь пройтись до кампуса, Ах, ваши пальчики, ах, карие глаза. А грудь высокая, под платьем шелковым, Он обхватил ее рукой с наколками. А тело гибкое, а волны плещутся, А сердце рыбкою в груди трепестится. А мысли стайные, а взгляды страстные, А игры с чувствами весьма опасные. Не оценили вы любовь матросика, И бросил он ее в пучину с мостика. Идет по палубе матрос в развалочку, Прощай, прощай, любовь, прощайте, дамочка. Не доводите страсти до кипения, Чтобы избежать несчастного падения. Не доводите страсти до кипения, Чтобы избежать несчастного падения. Субтитры создавал DimaTorzok Александр Киряев, спасибо. Извините, это моя лягушонка в коробчонке, видимо. Спасибо. Если я спросить, а книжечку, Анатолий, можно вас попросить? Я первый такой наглажден. Вы корейцы, за ней. Следующий участник нашего концерта по образованию и роду своей деятельности – архитектор. То, согласитесь, в наше время встречается не так уж часто. И вот, кажется, нашел человек себя, работает, творит, так нет, он еще и стихи пишет на сайте Кахмодрома. Кстати, зарегистрирован на этом сайте под номером один. Участник второго концерта поэта Кахмодрома – Владимир Никитин. Вы знаете, десять лет назад он был как-то нормально, сейчас вот вырос. Ко дню учителя. Звонок звенел тревожно дважды, но не откажет детям прыть. Ведь с одноклассниками каждый уже в контакте может быть. Директор кинул взор сердита. Чему я в школе вас учил? Его недавно мучил Твиттер, но, к счастью, быстро подлечил. Дневник введите в Инстаграме, совет не очень-то хорош. Что там намешано в 100 граммах, без литра водки не поймешь. Успехи школьные в два мига, детишки выложат в Фейсбук. В Фейсбук по-русски – морда книга, а в книгах – мудрость всех наук. Любовь на острие ножа. Экстаз на острие ножа. Кто это, йоги? Нет, безумцы. Здесь правит тело, не душа. И тело есть, где развернуться. Забыто время, время и яд. Здесь нету фраз, воедини, нежнее. Полудвижение, полувзгляд. Для тех двоих куда важнее. Смельчак по-своему, кто нах. В любви стремясь скорее забыться. Быть может, в вечность – это шаг. И к тайне скоро приобщиться. Здесь страстью дышит каждый квант. Движение в ритме посадобля. Соединились рай и ад. Амур отрёт себе здесь сопли. Хлопок, удар и тишина. Конец любви, мечте и муки. Какая наглость! У окна на кухне спаривались мухи. На избитую тему. Ты приходишь всегда внезапно. Ты приходишь всегда без стука. Когда день не шумит азартно. Пока спит в тишине супруга. Ты мгновенно меня заводишь. Ты нещадно меня пытаешь. Мои мысли в туман уводишь. А потом ты опять растаешь. То придёшь не спеша уныло. То ворвёшься мятежной бурей. Мне намнёшь безобразно рыло. А дурманишь до полной дури. Ты меня не оставишь праздным. Лишь немного прильнув жаленью. Ах, каким ты бываешь разным. Удалое моё похмелье. Ой, если б не было похмелья. Ой, если б не было похмелья. Как мало в жизни я б страдал. Сменился б милой тихой трелью Обычный жёнушкин скандал. И не торчал бы вечно в душе По два часа, как истукан. Не мучил бы больную душу Злосчастный утренний стакан. И не твердил бы бесконечно Священной мантрыю не пей. И речь лилась бы быстротечно. И мысль работала бы быстрей. Зелёный змей, не знав покоя, Опять наносит мне удар. Он посмеялся надо мною И передал мне перегар. Опять я прячусь от позора. Опять шатает и трясёт. О, где найти гипнотизёра, Чтобы внушил 0,5 и всё. Как я любил. Как я любил. Увы и ах. Мы познакомились в совое. Под римку вернута в сердцах Я ей признался, что в запое. Потом гуляли при луне. Она мне в лоб. Не в водке счастье. Признаться был я, как во сне. С ней. То ли с Леной, то ли с Настей. Как я любил. Увы и ах. Я ей рассказывал про пиво. Она про танцы на балах. Занудно, долго и тоскливо. Вся ночь в любви. Я ей сражён. Сломав пылу журнальный столик, Её в экстазе слышал стон. Поосторожнее, алкоголик. Как я любил. Увы и ах. А нынче нету прежней прыти. Разнёс здоровье в пухов праг. Врачам конючим. Помогите. Жена с брюшком и в бегузях. Чуть что орё страшнее выпи. Как я любил. Увы и ах. Как я любил когда-то выпить. Конец сказки. Апатия, хандра, опустошение. Струется свет, но тает в облаках. Становится критичным положением. Надежда постепенно терпит крах. Всё это продолжалось больше года. Интрии и страсти были словно сон. Сижу теперь, не знаю, к счастью, года. Раздавленный, угрюмый, как бизон. Красивое для жизни украшение. Осознаю, как много потерял. Апатия, хандра, опустошение. Закончился бразильский сериал. Валерий Ефигин, спасибо. Следующий участник концерта вы уже видели на этой сцене. Именно благодаря ему мы сегодня имеем возможность проводить концерт в этом замечательном зале. Главным организатором в этом зале проходил конкурс «Умный смех». Главным организатором и идейным вдохновителем которого был он. Но одного организаторского таланта, конечно же, не достаточно, чтобы оказаться на этой сцене. Это человек антиклопедия. Сколько в его мозгу терабайт, одному Богу известно. Это академик Российской академии естественных наук. Кандидат одних наук, доктор других. И, как мне кажется, при его желании он и могучем интеллекте, он мог бы стать доктором и третьих, и четвертых наук. Его невозможно переспорить и очень трудно переубедить. Поэтому он очень неудобен для соперников по телевизионной игре «Своя игра» на НТВ и особенно для его ведущего. Член Союза писателей России, секретарь Союза литераторов России, член клуба сатириков и юмористов «Чёртова дюма», лауреат фестиваля «Ёрш» Анатолий Белыхер. Четки без очков не получаются. Вчера смотрел рекламный клип. Там был какой-то странный тип. Он встал с постели утром рано, умылся, слопал бутерброд и на работу бодро прёт. И надпись поперёк экрана «Опасно! Требует сноровки! Не повторять без подготовки!» Такое академское стихотворение. Вот ещё. Астролог объяснял мамашу, чтобы составить точки вашей надёжной и чётки гороскопа, хотел бы непременно знать я знак, под которым шло зачатие. Заказчица потёрла лоб. Ну да, висела там жестянка. Был знак. Запрещена стоянка. Ехал, витязь, напевал по дороге горной. На развилке увидал грубый камень чёрный. И табличка есть на нём. Кто-то смог подвесить. В направлении любом пробки баллов десять. В правительстве нашем, но это секрет, готовится план, чтобы урезать расходы. И хором запеть предлагают народу. На пенсию выше, а пенсии нет. Фоминка заключил пари с козлом. И на спор шею завязал узлом. Довясь от смеха, павиан итог подвёл. Теперь мы знаем, кто у нас козёл. История эта покажется шуткой. Но как-то охотник в больницу попал. И вот санитарку с больничной упуткой к себе он гутиным манком подзывал. Теперь я попробую прочесть вам произведения редкого жанра. Их мало сейчас пишут. А именно басню. Если кому-то заинтересует, там есть целый сборник басен. Но это совсем свежее. Медведь и бегемот. По улицам слона водили. Известно, что слоны в диковинку у нас. За слоном толпы зевак ходили. Но не об этом наш рассказ. В какой-то зоопарк провинциальный был из Египта привезён киппопотам. До сей такого не видали там. Народу тьма сбежалась специально на это чудо поглазить. А между тем в вольере по соседству, уже лет восемь, в общем, с малолетства степенный бурый жил медведь. Гвоздём программы был все эти годы он. И вот теперь был сильно уязвлён. Толпа внимания ему не уделяла. Вдруг бегемот зевнул, разину в пасть. Медведь остолбенел. Вот это, блин, хлебало! Вот я б таким метку хлебнул бы в сласть. И с той поры Потапыч посмурнел. Не спал, не ел. От зависти худел. Забыл детей и верную супругу. Часами взад-вперёд ходил по кругу. И влево не смотрел. Поскольку там, в вольере, жил теперь подлец Гиппопотам. Так он пройдёл неделю не одну. Но вдруг случилось важное событие. Гиппопотаму привезли жену. Сосед немедля приступил к соитью. Один подход. Затем другой подход. Однако же объёмистый живот наверх залезть ему не позволял. И долг супружеский остался неоплачен. Медведь за ним злорадно наблюдал. И, наконец, весельем охвачен, В конец обескуражил бегемота, К своей супруге дважды проявив заботу. А что мораль? Её вам извлеку понятную любому толстяку. Чтоб ваше брюхо было впалым, Поменьше щёлкайте хлебалом. Проникнув в тайны бытия, Во что хотите, то и верьте. Я в жизнь не верю после смерти, Но верю в крен после брюхи. Если дал вам Господь и харизму, И стать, и готовность с судьбою рискнуть, Человек депутатом вполне может стать. Депутатом человеком отнюдь. Две подружки заболтались в баре, Но одна тревожная от чего-то. Всю неделю снится мне Гагарин. Но к чему? Я думаю, к залёту. Был режиссёр на выдумке Гараст. И вот в его трактовке беспримерной Отелло стал пассивный педераст. А здесь Димон, его партнёр неверный. Поскольку я обещал Тане, Я знаю, что на каждом выступлении Будут читать свежие лимберики, Вот несколько лимбериков, Объединённых общей идеей. Молодая лягушка из Линца Выйти замуж мечтала запринца. Но никто из царей К ней не звал сыновей. Окадрились одни украинцы. Отдал сердце красавчик-араб Королеве лягушек и жаб. Пусть невеста в девицу Не смогла превратиться, Но теперь она носит хиджаб. В старой сказке был грустный конец. Принц-то был хоть куда удалец. Уложив на подушку, Звонко чмокнул лягушку. А она оказалась самец. А разница в темпераментах. Экстраверт отрывается в полную мочь От младенчества до седина. Интроверт даже в первую мрачную ночь Предпочёл бы побыть одними. Перепутал гостей ассистента режиссёра И позвал диетолога для разговора. Вот смотрите, наш гость, Он семью еле тащит. Как прожить на зарплату? Её не хватает. Диетолог задумался, Что-то считая, И сказал, Получать понемногу, но чаще. Артиллерист, задумавший чихнуть, Учитывает направление ветра И за спиной прослеживает путь, Поскольку у него откат два метра. Хороший исповедник не спорит, Обнимает, Хороший собеседник Ещё и подливает. Сегодня всё-таки день учителя, Поэтому нельзя пойти мимо. Итак, Вредный совет по поводу учёбы. За хорошую учёбу Посули сынку Айфончик, Навороченный планшетик И путёвку в 10 лет. А за двойки и за тройки Тоже посули подарки. Обещай, что папа Купит скрипку, Флейду и Райя. Ещё один лимберик, Который был написан Такой своеобразный на заказ. Я поспорил с одним знакомым, Что любую геометрическую теорему Можно изложить в форме лимберика. И он мне предложил тут же, Давай вот смотри, Есть известная теорема о том, Что через любые три точки Можно повести окружность. То есть любой треугольник Можно вокруг него описать окружность. Получился такой абстрактный лимберик. Полюбил треугольник окружность, Задушевность её. И наружность. И хоть был кособок, Но вписался в кружок, Доказав свою верность и нужность. Израиль надоел. Решил Абрам найти другое место проживания. Пришёл за документами. А там ему сказали, Первым делом вам придётся себе сделать проживание. И последний. Приятель дочку замуж выдавал. Баскетболистку из команды асов. Букет на землю так и не упал. 102 подбора, 210 пасов. Анатолий Белкин. Следующая участница нашего концерта Также пришла к нам в проект, А затем в клуб Чёртова Дюжна С сайта хахмадрон.ру На сайте она известна под хулиганским ником, Садистка, пародистка. А в жизни она красивая женщина И профессиональная певица Жанна. Жанна уже более 30 лет на сцене. В 90-х годах несколько лет работала На радио и на телевидении. Писала музыку к детским передачам. Автор многих песен для эстрадных пуп-групп, Эстрадных исполнителей. Также для детского театра Аллов. Жанна Титова. Да, более того, у меня недавно произошло совершенно сумасшедшее событие. Я не ожидала. Моя дочь, Милюзга, 18-летняя, Подала за меня участие в проект «Голос». Вот этот на первом канале. И когда мне звонят госпожа Титова, Ваше прослушивание там в 14.00, Какого-то там, встают, Говорят, ошибка не может быть. Настя такая с кухни. Мама, да я, я, я. Давай вот. И самое, значит, удивительное, Самое удивительное приключение в моей жизни. Дочь меня повезла в Останкино. Я прошла какой-то отборочный тур. И прошла тур, там есть сейчас правило, до Аксюты. Надо газа до Аксюты пройти. А потом самому Аксюте. Я потеряла целый день, Аксют меня не взял. Но попросилась петь на Идже. Почему-то, откуда он знает, что я поеду. На Идже загадка. Но это ладно, подругая история. Значит, сейчас я прочитаю пародию на стихи одной известной поэтессы. Ее зовут Алла Алмазова. Вообще она Алла Телегина. Но псевдоним такой себе взяла Алмазова. Она пишет очень много стихотворений о несчастной любви. И вот все время у нее в стихах какие-то такие грустные и трагические там фразы. Совершенно мне ее жалко очень. Вот отрывок из ее стихотворения. Очередная поэма несчастной любви. Значит, Алла Алмазова пишет. Скелеты вишен у окна. Это еще ладно. Из этих елок надо сделать гроб. Другая строчка. Чего-то сдохло в сердце у любви. Это не шутка, это серьезное стихотворение. Дальше строчка. В себе меня ты больше не ищи. Меня тебе на свете больше нету. И, значит, пародию я назвала. Вот и все. Ну вот и все. Во мне уже не ты. И нет в тебе меня, твоей девчонки. Чего-то сдохло в сердце у мечты. И околела у судьбы в печенке. Себе меня ты, право, не зови. Меня тебе на свете больше нету. Накрылась что-то тазом у любви. Угробивши во мне себе поэта. Теперь тебя в себе я унесу туда. Где-то тоски в груди вокзала. В глазниц их чувств. У памяти в носу. Чего ты жить нам долго приказала. Пока ты чувства убивал мои. Играл со мной наивной. Настоящей. В любовь обманную больную. И за это я с тобой сыграю в ящик. Чтоб не увидеть, как в последний час Под гнетом коченеющего груза Да сдуваря измученный пегас В обнимку с окочурившейся музой. Той, что синеет корчась на дубу И ждет ее с весны. Под снегом талыш. Несчастная поэзия в гробу. Клянусь, я их обоих там видала. АПЛОДИСМЕНТЫ На тему. Плывет по привозу Панама. Качается зонтик на дне. На рынок Аидаша Маме За ручкой ведет сыновей. На встречу с привоза соседки. Шалом, дорогая. Ой, бэй, какие чудесные детки. Ху-ху на твоих сыновей. Один просто вылитый яши. Другой просто моден портрет. Как время проносится наше. Так сколько ж красавчикам лет. Смеясь? Нет, счастливей и шире. Улыбки ответила мать. Юристов ображи четыре. Илье гинекологу пять. И все, и последнее. Я хочу вот это стихотворение В этом же размере, не знаю, как он называется. Прочитать на языке, Которое исчезает стремительно. С земли. Но поскольку мы находимся в этом здании, Послушайте, как он еще звучит. Вос тутзих, гекуман деройлен. Вос гиззих, аидыше лид. Вос плиен, гешрейм он койлес. А зой, ви амол, афьярит. Агутен ёмтех, айх. Агутен ёмтех. Мир бэтн айх, цум ёмте бикен тиш. Дорт куман флесих кэлнер, зилдер лодн. Патантн тлодн. Ум гифлите фиш. А шейнер ниген. Уна фриш гелэхтер. Мит фарген ниген айх. Багрисн айх. Агутен ёмтех мамес. Синь умтэхтер. Агутен ёмтех татес. Бриде, швэстер. Агутен ёмтех. Аля гуте фраинт. Агутен ёмтех. Аля гуте фраинт. С праздником. Агутен ёмтех. Это на них с праздником. Жанна Гитова. Спасибо. Я с таковым удовольствием сейчас приглашаю к микрофону поэта, автора, исполнителя собственных песен, выпускника двух академий, военного лётчика, настоящего полковника и крутого финансиста. Кроме этого, он горнолыжник и путешественник, автор книг, стихов и песен, лирических, хронических, детских, давал сольные концерты по всей России и за рубежом. В США, Канаде, Новой Зеландии, Франции, Швейцарии и так далее. Он лауреат фестивалей Ёрш, умный смех. А главное для нас его достижение в жизни, он автор проекта и бессменный ведущий концерты смеха песен. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В честь вестилетия, который мы с вами здесь сегодня собрались. Всеми любимый смеховед и печеный лук Владимир Городзейский. Спасибо. В прошлом году, вы помните, в феврале прозвучал первый февраля гром. Первый гром. Гроза первого февраля. Когда под снегом спят поля, Когда на мае далеко, Грозу в начале февраля представить очень нелегко. Но я не чучев и не фет, Хотя замечу вместе с тем, Что тоже все-таки поэт, Но не люблю грозу совсем. А в этом году, 8 мая, Выглянув в окно, Я увидел снег на зеленой траве. Снег на зеленой называется «Майский снег в Москве». Люблю снежок в начале мая, Морозец, легкий гололед, И лыжи снова доставая. В восторге я, что снег идет, Под снегом скрылись помидоры, Пусть кое-где торчит тюльпан, И их, однако, очень скоро Весенний заметет буран, И вряд ли я весну увижу И сменницу, и ягозу. Май, снег, метель, И снова лыжи, И тютчев зря любил грозу. Июль был ничуть не лучше, Если вы помните, Поэтому я написал стихотворение, Которое называется «Июль уж близится, А лето так и нет». Пусть май с июнем Нас в Москве всех позабавили, Деревья все-таки в листве, Сугробы встаили. Пусть снег и дождь, Примите вы решение смелое, Снимите черные штаны, Оденьтесь в белое. Девчонка в мини вместо брюк, Блеснуть фигурою, И сразу же зиме каюк Уйдет понурое, Тогда и солнце, и тепло, И лето, золотце. Снимай штаны зиме на зло, И все исполнится. Следующий тюрьм называется «Гондурас». Я смотрю на планету, Эх, отбилось от рук, Справедливости нету, Улетучилось вдруг. Раньше что вызывало? Беспокойство у нас Тоже, в общем, немало. Например, «Гондурас». Мы, конечно же, знали, И для нас не секрет, Нет его на Урале, И в Карелии нет. Нет в предгорьях Кавказа, И в пределах Москвы «Гондураса» ни разу Не отыщите вы. В Курговерте планета, Сколько лет уж не счесть, Был он все-таки где-то, И, наверное, есть, Где-то за океаном, Я не знаю, каким, Есть какие-то страны, Может, там, Черт бы с ним, Только не обессудьте. Но домыслишь порой, «Гондурас» — это пунктик, Он у каждого свой. Годы мчатся, и все же, Но все чаще сейчас, Все тревожит, тревожит, И зудит, как дурас. Замечательный поэт, Который выступит еще на этой сцене, Юрий Викторов, Написал письмо из Италии, И там первые строки были такие, «Я здесь, Виталий, Постылый, Спасибо времени врачу, И весь тоскуя по России, Существование врачу». И есть там еще такое четверостишье, «Давлюсь хамоном с пармезаном, Жую омаров на обед, У этих итальянцев странных, Борща и гречи нашей нет». Ну, оно длинное, Я не знаю, будет ли он его читать, Но я ему ответил на это письмо Из Италии Постылы, Письмо другу Виталию Постылу. «Письмо читаю я и плачу, И завтра твоему врачу, Пойду и в морду зафигачу, Но за тебя я отплачу». Он виноват, тут нету речи, Свободы и права поправ, В страну, где даже нету гречи, Тебя болезного послав. Остерегайся провокаций, Не пей там всяких омарет, И бойся злых инсинуаций, Как то омаров на обед. Не тронись там пармезаном, А устриц сразу унитаз, Там в этих европейских странах Не подхвати каких-то раз. Брюнеткам жгучим и не очень, Ты Юра сразу твердо нет. Они ж узнать для НАТО Хочут ракетно-ядерный секрет, Там иностранцев, Юра, море, А ты, мой друг, совсем один. Но помни, что моменту море, Что ты российский гражданин. Но если вдруг, совсем не в силе, Беги оттуда, вовсю прыть, А лучше звяхни по мобиле, Тебя приеду заменить. Спасибо. 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 Я на иду. Спасибо, Володе Городейскому. Дальше выходит на сцену еще один Замечательный мужчина, Тоже летчик. Ему очень много дано. Он песни в душу тревожит, Хотя не летает давно, Но песен попеть еще может. Его терпеть, да, это труд, Который стоит дорогого. Но песни за душу берут, И хочется их слушать снова. Живущих мелко и убога, Несчасть на свете чудаков, И мне в домеке, Слава Богу, что есть на свете Михлюков. Сегодня он споет для вас, Не и сегодня, а сейчас. Мои други соратники по авиации, Авторской песни Горным Иром, Один из основателей клуба Чьедя, Валерий Михлюков. Спасибо. 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 Поздравляю вас, нравится. А, все. Ну да. Вы знаете, Счастливым человеком быть довольно просто. Вот внушил себе, Как-то я внушил себе мысль. Есть руки, Есть ноги, И даже два глаза. Счастливым быть просто обязан, зараза. Вот ты теперь счастливый, видите? Ну, самое интересное, что вот песня, которую я хочу вспомнить, Она из жизни. Это чистая жизнь, понимаете? Там ничего не выдуманного, ничего не выкинутого. Это просто жизнь. Вот. И поэтому я хочу просто вспомнить, вот вчера случай был тоже такой из жизни, интересный. Я передаю, у меня 24 октября концерт будет с группой «Санки» из Уфы. Ну, я передаю, естественно, вот так и так мне пишут. А как озаглавить? Я говорю, пишите, Валерий Михрюков и группа «Санки». Раз. Какой-то замешательский. Он говорит, а можно я группу не буду писать? Я говорю, почему? Лучше как-то некрасиво звучит. Лучше говорить, Михрюков и «Санки». Представляете, буквы «Н» и «М» всего лишь. Да. Итак, тонкий человек, то есть точный, такой худой, поет о себе. Вернее, я только пою. Мой друг, не бойся быть худым. Здесь важен стих. В любом бою ты не вредишь, все пули мимо. А если дура попадет в тебя куда-то, Любовь заморежда несет, да нет, сам падает. Но это дело в войне, а в мирной жизни. Такой орел сильнее в войне, родной анчизне. Он мало ест, он мало пьет, он мало весит. Такого партия пошлет, и он пролезет. Ты можешь ребра не греметь, как ожирелье. Зато не можешь помереть от ожирелья. Морнатым косо смотрят вслед. Откуда пища? А к нам с тобой претензий нет. Таких не ищут. А под прицелом женских глаз не жизнь, а мудры. А ежели кто не любит нас, те просто дуры. Все, что касаемо любви, худым нет равных. Худой не может завидеть и сделать траву. Худые братья всех времен и всех профессий. Давай по-толстному споем, углу ее песню. Страна горит, и все орут, кому кто должен. Худые все переживут, и род продолгут. А вот теперь, представьте себе, можно ли я это подниму в нашего уважаемого Толя? Толя Шапартовича. Что такое? Иди ко мне. Я с тобой ставлю. Да ни в том дело. Вот видите, сравнение есть, да? Как ты не видишь, куда я. К вами в другом. Видишь? Я просто... Так, где в остаток? Так, вот примерно про такого большого человечка. Или, вернее, большой словечек будет сейчас петь. То ли, так и петь. Ну чё ж, пою тут про больших, про худых. Ну чё ж, клёво. А вот про нас-то, про больших, вообще ни слова. Я вот сейчас как заоркну, но все оглохнут. Ведь то, что толстым хорошо, то плохо дохнут. Вот там в ванне не нужна вода. Большое дело. Любую ёбость без труда заполнит тело. Худой там плещется мальком, хмырёк в прострации, А пробку, увы, и он в канализации. Казни такого тяжело, рёвка рвётся, А ежели по горбове слуга не обернётся, Такого штуком не убьёт, и лом согнётся. Вот правда, если упадёт, то сам убьётся. Тут кто-то о любви вещал, худых гигантов, И похотливо извещал об их талантов. Да бросьте, детки, это ж смех, но право слово. Любовь худых, укус плавка, и то больного. Пить можно минимум в мешок, ничего не меньше. Я самый маленький из баб, ой, пардон, из женщин. И кто сказал, что хорошо, с худым и слабым, А вот большой, большой во всём, Учтите в бабах. А сейчас на сцену выйдет поэт, Который семь раз принимал участие в концертах «Смехом печи не испортишь». И надо заметить, что с печью после публики, После его выступления было не просто всё в порядке, Но становилось ещё лучше. Человек он замечательно скромный. Когда-нибудь в каждой российской семье Обязательно будет моя книжка, Ненавязчиво он так говорит. Но я до этого времени, конечно же, не доживу. Однако мы с вами дожили до того момента, Когда этот скромный человек занял должность Администратора клуба «12 стульев» В знаменитой литературной газете. Итак, член Союза писателей Москвы, Лауреат премии «Золотой телёнок» Сергей Сапин. Ну, стоит, наверное, упомянуть, Что книга, о которой Только что сказал уважаемый ведущий, Это история государства российского. В частушках. Изданная, написанная мною Много лет назад И претерпевшая лет пять назад Второе рождение вторым изданием. И самое удивительное, То, что буквально вот сегодня Я, жена заставила, разбери антресори, Там хлам скопился, И я, разбирая антресори, Нашел непочатую, Я думал, что все, закончилось, Непочатую упаковку этой книжки. Вот несколько экземпляров я принесу. Да, задачка. Из цикла «Кризис. Пост. Среднего возраста» Запоздалое прозрение. Да, я умён, но не всесилен. Не знал я в юности моей, Чем больше в голове извилин, Тем ими шевелить труднее. Я родной возраст. О, как прекрасна женщина за сорок, Когда сил нерастраченных полна И, обналив в пороховницах порох, Готовится стать дёщем она. Приоритетное направление. Заботься, друг, о теле, А душа бессмертная. Ей не будет ни шиша. Все там будем. Придёт однажды смерть с косой, И всё. И покидай седло. Вон лев толстой Ходил босой И траву ел. Что помогло? Пофигизм. Неопознанный летающий объект Надо мной вечерним не обитает. Я не буду напрягать свой интеллект. Всех не опознаешь, пусть летает. Из цикла «Друзей моих» Прекрасные черты. Стас – интеллигент высокой пробы. Дома в туалете у него Недонцова, Ниастролог, Глоба, Аспиноза, Докинс, Бокер, Борхес. Гадалка-чайник. Клиенту гадалка «Зелёная Алла» Два года без секса балданных отталок. Клиент разозлился, Гадалку схватил И очень существенно срок сократил. Азины кошмары. В три ночи проснулась зарёванная Аза. Престилось, что муж изменяет зараза. Потом схватилась. Ой, мама моя, Какой нахрен муж-то, не замужем я? Тимофей. Отчаянный мужчина Тимофей. Что, кстати, видно на таком примере. Он с будущей супругой своей Знакомство свёл в рай кожной диспансере. Опасные связи. Идей полным волнов у Сёмы кацар. Уже три раза был мужик судим. Я могу подсказать, как с ним связаться. Но лучше вам не связываться с ним. Светин Антон. Ты где? Звонит Антону Света. Я в задних цирочит Антон. Что любопытно, правда это? Проктолог поелик он. Лётчик-испытатель. История эта про Котова Димку. Испытывал он самолёт невидимку. День по полю бегал, Весь и пылья, как лох. Но так самолёта найти и не смогут. Артур. Артур патологор-анатом. Но весельчак. Другим куда-то. Девица круг него. Борх, порх. Он глазками. Борх, порх. Близнецы. У Глеба с Борисом папаша учёный. Поэтому старший из братьев крещёный. С другим же не стал торопиться. Отец контрольный, Чтоб был, так сказать, огрозиться. Галина. Галина из издательства Аванта. Котет была супругой мутанта. Что левая, что правая рука. Из задницы ростива мужика. Бухгалтер. Классного бухгалтера найти. Нереально, в общем-то, почти. Жору, например, уже лет пять. Интерпол. Не можно так и сказать. Ну, кстати, о честушных. Я обычно так это преподношу, что я в два раза счастливее философа Эммануэла Канта, которого делали счастливым две вещи. Вид звёздного неба над головой и нравственный закон сердца. Меня приводит в восхищение четыре вещи. Это классические английские... классические английские... Я на Белкину посмотрел и сбился, потому что это его епархия. Классический английский лимерик, классические восточные рубаи, классический японский хоку и наша родная частушка. Про частушку я уже сказал, книжка нашлась. Лимерики читать не буду, потому что неохота отнимать в бедки на хлеб. Почту несколько рубаи. Я назвал это так. Рубаи, который мог бы написать Амар Хаэм, но почему-то не сделал этого. Ну, я за него, правда, сделал эту работу. Создал бог человека. Бог был пионер, но не принял, увы, юридических мер по охране патента. Теперь человека каждый может создать. Даже я, например. Поглядишь на иного, кретин и кретин, хоть, казалось бы, дожил мужик-то сидим. Нет, не факт, что приходите там с возрастом мудрость. Чаще все-таки возраст приходит один. Часто слышал из уст я отца своего, нет, не выйдет, балбеса, из тебя ничего. Всякий раз, свет гося за собой в туалете, вспоминаю с улыбкой про глаз моего. Ну, как и многие из нашего брата, я грешу тем, что беру понравившуюся строчку, сказываю прозы и делаю из нее, ну, как минимум, четверостиши. Вот Саша Ботвинников уже сегодня эту строчку произносил, а вот что я, такой нехороший юридист, сделал из этого. «Будь, дружище, скромней, небеса нам велят, не хвались, что супруга твоя просто клад, по закону тебе 25 лишь процентов от нее в этом случае принадлежат». Из неизданной книжки «Вредные советы для взрослых». «Пить, курить и обжираться вредный врач вам запретил. Не спешите падать духом и на жизни ставить крест. Лучше где-нибудь найдите подговорщики врача. Пить, курить и обжираться, может быть, он разрешит. Если мучен ты вопросом, кто же ты такой по жизни, чтоб решить проблему эту, ты попробуй в 5 утра во дворе большого дома громко крикнуть «Люди, кто я?» Большинство опекут верно, суть твою определяет. Так, одно спешие читать не буду. Время поджимает. Еще немножечко, да, значит, из цикла. Последнее, да, последнее самое, последнее, да. Удобный контингент. Бог атеистов любит потому, что никаких лабот у Бога с ними. Ну да, не верят, но зато к нему не пристают с проблемами своими. Сергей, кстати, поэт, который уже сейчас готов выйти на сцену, мы надеемся, говорит о себе так. Родился в Ташкенте в семье жены офицера Красной Армии, внешностью похож на Марадону, только блондин. Также в Ташкенте он окончил институт, жил и работал, и в списке участников нашего концерта какое-то время числился узбеком, поэтом зарубежным. Но в 13-м году перебрался на родину предков и стал обычным московским поэтом. Но поэтом замечательным. В его активе семь концертов проекта «Смехом печени испортишь». Лауреат и дипломант фестиваля конкурса «Умный смех» 2016-2017. Обладатель специального призыва клуба «12 стульев литературной газеты». Дипломант фестиваля эмористической песни и поэзии «Георж-2014». Постой, пока еще. А вдобавок ко всему он еще замечательный художник-карикатурист, обладатель гран-при азиатского конкурса карикатур фонда «Камалут». Это его рисунки украшают вот эту книжку. Сергей Сераухов! Василий, можно лицать? Нет, можно читать. Ну, поскольку сказали про рисунки, поэтому я с вами начну. Слышно? Нормально? Так, нормально? Нормально. Доверяю книжкам кардашу и бумаге в линию косую, Я рисую лучше, чем пишу, Но пишу охотнее, чем рисую. У дворцов ранимая душа в плане грубо сказанного слова. Вот и сомневаемся, пиша, чтобы на путь не допустить чего такого. И уж коли, где какой изъян, критики заметят непременно, а поэт всего лишь малость пьяный, и ему все это по колено. Не судите творчество мою на пегасах с музами горцуя, я еще немножечко пою, но гораздо хуже, чем танцую. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я немножко новенького, потом, если позволю, чуть-чуть старенького. Предложение руки. Ода. Посвящение самому себе. Ой, извиняюсь, я же ничего не вижу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПОЛОДИСМЕНТЫ ПОЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ С небольшой поправкой на года. Мышцы монолитнее гранита. Ну и что, что пузо до земли? Разве не похож на Брэда Пита? Так и ты, походу, не жалей. Пусть я ем пельмени не из злата, все-таки и мы не из босот. У меня три тысячи зарплата, плюс еще за выслугу пятьсот. Разложив бюджет на дни по сотням, дабы не погрязнуть в кутеже, не глушу портвейн по подворотням, пью интеллигентно в гараже. Да, гараж недвижимость, а хулик две стены из трех, из кирпича, в нем комод, рюкзак, двенадцать стульев и передний мост от москвича. Не люблю охоту и рыбалку, так что в этом плане домосед. А хожу хромая и в развалку этот тазобедренный корсет, книги почитающий как благо, грамотен снаружи и извне, ну а если мягкая бумага, те ценю естественно втвойне. И по части ласк мне равных нету, правда, все зависит от погод. Раза три, и это только летом, а всего четыре раза в год. Близок к завершению отчета о себе подумал, ё-моё, в мире нет такой доски почета, чтобы меня повесить на нее, нет еще такого пьедестала, ни голгофы нету, ни креста, несмотря, что лет уже немало, несмотря на запах изо рта. Как же я хорош-то, просто чудо, и душа, и тело, и лицо. Слышь, ну ввони-ка ты отсюда, не верни латунное кольцо. Недавно состоялись выборы в Соединенных Штатах Америки, ну уже давно, вот, а поскольку у меня как раз настал долгожданный, неожиданный долгожданный кризис творческий, а написать очень хотелось, поэтому я решил позаимствовать некоторые строки из произведений выдающихся поэтов, я бы даже сказал, великих, поэтому в каждом четверостишье есть та или иная фраза из Дональда Трампа миллионера и парохода в савторстве с великими русскими поэтами. Свеча горела на столе, ну типа лампа, я вместе с теми, что в Кремле болел за Трампа, не лезли в голову стихи без няни с кружкой, из прецедентов только хи, моя старушка скурил в открытое окно штук пять Казбека, Обама редкое говно, фонарь аптека, уже восьмой по факту год, и это странно, его медлительный уход, как с неба манна, а Трамп вообще из наших мест бухтят в Сенате, любительных тяжелый крест, ну вот вам знаете, мужик, отец и трижды зять, короче, может, умом Россию не понять, себе дороже, играет зыбкий блеск, слеза, чиста, как тоник, я не уверен только за ливинских моник, он любит женщин горячо, а это значит, любой станик, если что, достанет мячик, таких Россию бы во власть, на верхний ярус, раз деньги есть, не будут красть, белеет порос, в ЕС в пустыню шептуна, гудит Европа, товарищ веет, взойдет она, не вышло, опа, ты, главный, Дональд, не сглуби, фильтров акценты, так сказать, to be or not to be аплодисменты знаете, я побыстрее сейчас прочитаю одно стихотворение, а потом у меня одна двица есть гражданин, купаясь в водных емах, соблюдай порядок, не балуй, чтоб не допустить досадный промах в виде заплывательства забуй, не роняй огурками в природу, не сори бутылкой в водоем, помни, пребывательство на водах строго ограничено буем, если вдруг заплыл забуй, то значит ухватись руками за ея, и тебя спасатель отбуячит к берегу от летого буя, он пригреет вежливостью слова или слом покладит между ух, чтобы отдыхающим буева не было на пляже и вокруг нету краше озера на свете, аж душа плакочет под бельем, ничего хорошего не светит гражданам отчизны забуем. В общем, наши правила не строги, соблюдайте злобы не тая и платите вовремя налоги. Вам тогда не будет ни боя. я займу вас я займу вас всю открытую эту премию с поэзией по кончику, перейдем к прозе, вот буквально одну минуту, и я надеюсь, меня простят. У меня есть одна история, она из жизни, ни слова не придумано, честное слово. Я просто хочу, чтобы вы, я вот это вот понял недавно, теперь, чтобы вы поняли, почему нас все боятся, и почему нас все должны уважать. Я действительно работал, жил, работал в Ташкенте, и мне довелось работать с одним мастером, он турок по национальности, ну, моих лет примерно, мы работали с ним в одной комнате, в одном помещении, пришлось пройти курс молодого янычара, чтобы там немножко было как-то общаться с ним, в общем, выучил несколько слов, ну, и сидим, работаем, он, слышно, певает под нос, что-то такое, Алинка, 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 и на меня глазом косит, я узнал песню, ковечку, я говорю, Алинка, молитва, он говорит, да, что это такое, о чем эта песня, Устав, Устав, это мастером меня так называл, Устав, о чем эта песня, мы с женой гуляли по Стамбулу однажды, это он мне говорит, и слышали в исполнении, сейчас, внимание, военного оркестра российской армии эту песню, я собрал все свои мысли, там все, что было, все знания турецких слов, начал ему объяснять, мужчина, просит положить его спать, под елкой, елка, по-турецки, буюк, кук, арча, большая зеленая елка, он вот так делает, смотрит, просит положить его спать, дальше, он говорит, калинка, малинка, это что, я говорю, это ягода, а мужчина просит положить его спать, а мужчина просит положить его спать, калинка и малинка, это одна и та же ягода, это разные ягоды, они растут в лесу, я говорю, как правило, нет, их сажают культурным образом, понятно, в общем, я ему долго объяснял, он долго кивал головой, смотрел, проходит неделя, он звонит своей супруге, она ему не помнит, Стамбул, и говорит, Фатима, ты помнишь ту песню, которую русскую, которую мы слышали, которая нам так понравилась, он говорит, да, ну, видимо, она же говорит, да, у русских это колыбельная, Сергей Тераукер, друзья, маленькая, приятная обязанность, Сергей был дипломантом конкурса «Умный смех», но не смог прийти на финал, и был признан дипломантом заочно, ну и вот этот вот, естественно, приз, диплом. Поздравляем! Поздравляем!